Продолжение следует... Вы в курсе, кто считается драйвером социально-экономического развития нашего государства? Да, именно, молодежь. Сегодня мы говорим о молодежной политике Сочи. Здравствуйте, я Инга Габеша и это программа «В курсе». В этой студии мы обсуждаем разные темы, но главное говорим о том, чем живут горожане. Наш гость сегодня Андрей Безроднов, начальник управления молодежной политики администрации города. Андрей Николаевич, здравствуйте. Андрей Николаевич, управление занимается с таким контингентом, который сложно предугадать. Это не серьезные дяди и тети, а такая разношерстная публика. Тяжело ли с ней работать? Ну, насчет разношертности, конечно, я с вами соглашусь. А то, что сложно работать сегодня с молодежью, здесь, наверное, я с вами поспорю. С молодежью на самом деле работают очень интересно. Это абсолютно разноплановые молодые люди. У каждого есть свои интересы. И основная задача как раз органа по делам молодежи управления, молодежной политики – это услышать каждого, направить на правильный путь. И как раз-таки наша работа и тем на сегодняшний день подтверждается, что за последнее время мы увеличили количество молодежных общественных организаций. У нас активно развиваются различные молодежные направления современные, как паркур, воркаут. Только их количество умножается, умножается. И с другой стороны, с молодежью еще интересно, почему работать. Потому что действительно это тот слой населения, который еще, может быть, не накрыт вуалью повседневных забот. И, как зачастую случается, молодежь иногда в сложных ситуациях, которые, к сожалению, даже, может быть, мы не можем решить, потому что смотрим ножку с другой стороны, они иногда выдают такие решения, которые лежат абсолютно на поверхности. И вот действительно, когда мы часто встречаемся с молодежью, обсуждаем различные направления работы с молодежью, какие-то проблемные вопросы, которые существуют сегодня на территории города Сочи, иногда молодежь предлагает такие решения, нестандартные, просто хочется аплодировать. Здорово. А что включает в себя сама эта структура, вот молодежная политика? Наверняка это же не только развлекательные мероприятия. Конечно, структура молодежной политики в городе Сочи выстроена, в принципе, как и в других субъектах Российской Федерации, как и в Краснодаре, мы все работаем по единому принципу, по концепции реализации молодежной политики в инстрии Российской Федерации. Сегодня молодежная политика в городе Сочи представлена, конечно же, в первую очередь, это Управление молодежной политики и два подвездочных учреждения, даже, можно сказать, три. Это Центр развития волонтерства в городе Сочи, который не так давно может быть открыт, всего пять лет назад, но имеет уже очень большие наработки в плане развития добровольничества в городе Сочи. И также два подвездочных учреждения, Центр развития молодежи, Центр военно-патриотической допризывной работы с молодежью. Как раз-таки основная задача этих центров – это работа с молодежью по месту жительства. В структуру данных учреждений на сегодняшний день входит 36 клубов по месту жительства абсолютно различной направленности, начиная от туристических, военно-патриотических, спортивных клубов. На сегодняшний день порядка двух тысяч молодых людей занимаются в данных клубах. Конечно же, есть здесь определенные проблемы, к сожалению, это наследие, которое досталось нам. Они все, конечно же, клубы, может быть, находятся в тех помещениях, которые соответствуют тем меркам и рамкам, на которых сегодня находится город Сочи. Но в этой связи хочется уже, может быть, радостную новость сказать, что совсем недавно управлению было передано помещение. Мы будем открывать на следующий год, если все получится, конечно, мы в это очень верим. Будем открывать Дом молодежи, где мы как раз и объединим различные молодежные направления, течение клубов по месту жительства. Это станет такой точкой активности молодежи. Чего себе! Замечательная новость! Какие проекты по работе с молодежью в Сочи вы считаете в этом году самыми главными? Ну, проектов много, но особо, наверное, хотелось бы отметить, именно в этом году, конечно же, главный наш проект – это 70-летие Великой Победы. В связи с этим в городе Сочи силами не только управления молодежной политикой, но и других структур администрации города проводилось громадное количество мероприятий. Вы знаете, что с самого начала года за каждым ветераном или различной категорией людей, кто принимал участие в данном событии, закреплены и школьники, и студенты. И это было сделано не только к 9 мая, как правило, это делается, но ребята закреплены и по сей день, они регулярно посещают ветеранов, оказывают им помощь, приглашают на мероприятия. И самое главное, что ценно в этой работе, это, конечно же, прямое общение. Потому что зачастую это уже очень взрослые люди, которым хочется где-то поговорить, просто посидеть за чашечкой чая. И молодежи это тоже нравится, потому что они из уст слышат ту настоящую историю, которая происходила много лет назад. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с теми фактами, что через СМИ различных других государств идет искажение фактов, и молодежи очень важно слышать это из первых уст. А ветераны, ну никто лучше, чем они, конечно, не расскажут. К сожалению, количество их с каждым годом, с каждым днем уменьшается, и поэтому молодежь дорожит вот этим прямым общением. Думаю, что вот как раз проект 70-летия Победы, который реализуется сегодня, он главнейший. Помимо этого, хочется отметить, что у нас очень активно реализуется уже не первый год проект по развитию экстремальных видов спорта. Мы сегодня лидируем в крае по количеству экстрим-площадок. Если раньше мы делали акцент именно на экстремальные виды спорта, как скейтборд, катание на роликах, BMX, то в этом году активно начали развивать такие направления, как паркур, воркаут. И буквально совсем недавно, в Дне города, в Адлёрском районе, мы открыли такую многофункциональную площадку. Она стала первой площадкой в Краснодарском крае подобного направления. может принимать мероприятия, уровень мероприятия различного, абсолютно уровня. То есть, вот это, наверное, одно из таких плановых проектов, которые ежегодно мы не останавливаемся на этом. В планах, если все сложится удачно, даже в этом году до конца года мы планируем открыть подобную площадку в Лазаревском районе. И на следующий год мы также будем планировать, планируем устанавливать площадки под воркаут. Конечно же, стоит отметить нашу летнюю кампанию, потому что в этом году она была, на удивление, массовой и активной. Основная работа, которая проводится в летний период, это работа с детьми по месту жительства, это работа на детских придомовых площадках. В этом году их количество кратно увеличилось за счет того, что удалось совместить два проекта. Это трудоустройство несовершеннолетних и молодежи в летний период. И красная работа на площадках. То есть, мы ребят трудоустроили помощниками аниматоров на эти площадки. И в разы увеличился, конечно же, охват присутствия молодежи на этих площадках. А среди сочинцев, сочинцы сами в роли участников этих экстремальных видов спорта принимают участие? Конечно. Если несколько лет назад, когда у нас был только один экстрим-парк, занималось пару десятков молодых людей, то сегодня мы видим, конечно же, рост. У нас уже есть и чемпионы Краснодарского края, есть призеры российских соревнований. И достаточно просто посетить в любой день наши площадки, увидеть, что даже возрастной ценз абсолютно разный. Начиная от тех ребят, которые только, может быть, научились ходить, они уже стоят на роликах, делают какие-то трюки. То есть, для них есть место, где они могут себя реализовать. И, конечно же, учитывая специфику нашего города, в каких-то городах достаточно одной площадки. Но у нас, учитывая то, что город довольно-таки длинный, протяженный, поэтому стараемся, конечно же, максимально в каждом районе поставить такие экстрим-площадки, чтобы молодежь не приходилось далеко ездить, а непосредственно в любимом месте заниматься этим. Здорово. Но они сразу подключаются и ловят эту новую волну, хотя и воркаут, и паркур, наверное, не очень такие популярные виды спорта у нас. Нет, я вам скажу, что это тоже последствия на реализации тех наших харти, тех гуманитарных проектов. Помните, первая наша харти – это Сочи, свободное от курения, Сочи без табака. Сегодня уже на протяжении двух лет мы реализуем хартию «Я люблю Сочи». И как раз-таки сегодня у молодежи становится модным заниматься спортом, не становится модным курить, употреблять алкоголь. И как раз-таки эти площадки дают возможность показать себя, развить себя. То есть это классно и замечательно. Все работает, получаются проекты, все реализовываются в том направлении. Проекты все живые. Здорово. Ну а может быть были такие проекты или есть, которые все-таки не удалось реализовать? На самом деле сегодня очень много проектов, которые мы реализуем. И знаете, политика моей команды, ребят, кто работает в управлении молодежной политики, все-таки если мы беремся за какой-то проект, доводите его до конца. Есть ряд проектов, которые по своей специфике нашего города, может быть, не в той мере, будут в полном масштабе реализовываться на территории города Сочи. К примеру, краевой проект, который сейчас набирает обороты, проект «Аркубань». Это когда уличные художники рисуют большие полотна на зданиях, на торцах зданий, в общественных местах. У нас, вы знаете, что еще перед Олимпиадой были приняты правила благоустройства города Единый Архитурнобль. И поэтому, конечно, мы в этот проект немножко не вписываемся. Это одна из проблем. Но мы все равно находим места, потому что ребят достаточно много, кто любит этим заниматься, кто хочет показывать свое творчество. И вы заметите, что несколько лет назад очень много мы сталкивались с такой проблемой, что надписи граффити, хэштеги везде ставились, теги на любом шагу. Сегодня у нас есть прямой диалог с этими ребятами. И вы видите, что этих надписей стало меньше, потому что они понимают, они стали любить наш город и понимают, что действительно мы проводим для них мероприятия. И реализовать себя они тоже могут где. Хорошо. На ваш взгляд, все-таки чего пока не хватает в Сочи для молодежи? Ну, я бы сказал так. Сочинская молодежь, наверное, сегодня самая счастливая молодежь. Потому что сегодня город Сочи – это уникальный город. Здесь реализуется очень большое количество проектов не только городского, регионального масштаба, российского масштаба. Сегодня здесь проходит очень большое количество мероприятий мирового уровня. Конечно же, в первую очередь для них это новые знакомства, возможности реализовать себя. Но в связи с развитием инфраструктуры, может быть, сегодня не хватает для молодежи, потому что, как показывает практика, сегодня молодежь уже не уезжает из города. Если выезжает учиться по тем специальностям, которых, к сожалению, нет у нас, она все равно возвращается в наш город. И с развитием города появились действительно неспецифичные для города специальности, молодых специалистов. И, конечно же, может быть, не хватает сегодня тех вузов, которые могли бы готовить специалисты. Поэтому приходится молодежи уезжать. А так, сегодня возможности для молодежи в городе Сочи просто предостаточно. Я еще раз говорю, это, наверное, самая счастливая молодежь. Однозначно. А кто становится инициатором или разработчиком конкурсов, которые проводит ваше управление? Ну, здесь нельзя сказать. Однозначно, конечно же, есть и региональные, и федеральные проекты. Есть проекты, которые реализуются только на территории города Сочи. Разработчиками которых является, конечно же, управление молодежной политикой. Но хочется отметить, что очень большое значение здесь имеет мнение самой молодежи. Мы очень часто с ними встречаемся. И зачастую инициаторами различных конкурсов выступает самая молодежь. То есть мы слышим их и даем им возможность самореализоваться. Как, к примеру, совсем недавно мы с вами отмечали день города, день нашего любимого города. И вот молодежи города было приложено 17 различных конкурсов и проектов, которые мы постарались реализовать. Некоторые из них еще реализуются. Мы будем подводить скорые итоги. Совсем недавно мы подвели итоги замечательного конкурса, который предложил самой молодежь. «Обними» с Сочи, может быть, вы слышали про это. Действительно было очень большое количество заявок, более 500. И каждая фотография внесла себе такую смысловую нагрузку, что действительно было очень сложно отобрать. Очень большое количество конкурсов, чтецов, музыкальных конкурсов, творческих конкурсов. И, конечно же, молодежь приходит. Есть абсолютно разные, конечно же, идеи. Но мы все это рассматриваем как региально, принимаем решения, реализовываем, поддерживаем, не поддерживаем. Может быть, где-то дорабатываем проект. Не в этом году, а на следующий год запустим. Поэтому нельзя сказать, что кто-то именно. Мы все вместе с молодежью думаем про эти проекты, реализуем их на трех городах. Так это должно быть, да. Ну вот раньше большую роль в воспитании подростков играла пионерия. Да, вот сегодня ее место, по вашему мнению, удалось занять какому-то клубу, центру. Ну, однозначно, здесь, наверное, нельзя пока ответить. Но есть уже определенные шаги в этом направлении. Действительно, я сам родился в Советском Союзе. Я был октябренком, я был пионером. Прошел, можно сказать, эти организации. Был руководитель звездочки, руководитель пионерской дружины. Действительно, тогда воспитание как раз таки ставилось на работе вот этих вот общественных организаций. Сегодня, конечно же, основной упор и в области молодежной политики мы делаем как раз таки на создании и развитии крупных молодежных общественных организаций, где молодежь могла бы свободно общаться, чувствовать себя в определенном коллективе нормально. Сегодня у нас достаточное количество молодежных организаций, но мы на этом не останавливаемся. в перспективе создания общекраевой организации «Регион-93», куда войдут и иные общественные организации. То есть создастся такая единая площадка для молодежи, где они могут свободно общаться, делиться своими впечатлениями, наработками, идеями. Ну а что касаемо пионерии, вы знаете, что совсем недавно президентом Российской Федерации было принято решение о создании Всероссийского движения школьников. Я думаю, что как раз таки это первый шаг к созданию таких крупных молодежных организаций, потому что сегодня действительно немножко потеряна воспитательная часть среди молодежи. И вот как раз таки, наверное, создание таких организаций позволит именно воспитать настоящее, патриотически воспитанное молодое поколение. Молодежь — это еще и молодые специалисты. Как вы считаете, сегодня им проще, чем, скажем, лет 10 назад найти свое место в жизни? Ну, я еще раз повторю, что молодежь в Сочи у нас действительно очень счастливая молодежь. И возможности для самореализации сегодня на территории города Сочи, они просто безграничны. Было бы только желание и желание найти себя в этом обществе. Что касаемо молодых специалистов, сложно ли, не сложно ли, ну, я скажу так, что, конечно же, может быть, где-то проще, где-то легче, но сегодня у молодого человека есть более широкий спектр выборов. Если раньше, закончив вуз, ты шел работать только по специальности, это было, может быть, где-то хорошо, были уже готовые места, то сегодня настолько появилось много новых специальностей, новых направлений. Можно заняться бизнесом, и все условия для этого в городе Сочи есть. Есть очень много различных интересных направлений, где молодежь может себя проявить. И вот как раз-таки наша задача их направить в правильное русло. В связи с этим, по инициативе главы города Сочи Анатолия Николаевича Пахова, мы уже второй год проводим живые встречи с выпускниками вузов, приглашаем крупных работодателей. Действительно, есть большое количество вакансий, достаточно хороших вакансий. К сожалению, может быть, еще сами работодатели не до конца поняли, что нужно встречаться с молодежью. И как показывает практика, когда мы приглашаем их на встречу в вузы, большое количество ребят после этого сразу же записываются, отставляют свои резюме, и работодатели тоже этим довольны. То есть сегодня найти себя, реализовать в городе Сочи, не то что легко, я бы так не сказал, конечно, нужно к этому трудиться и стремиться, но возможностей очень много. Мы все знаем, что есть такая поговорка, сложно устроиться, нужна практика. Я всегда отвечаю так, а вы пробовали? Ну все же говорят, я говорю, а вы попробуйте. На самом деле, вот эти разговоры идут от тех людей, кто, может быть, не хочет, кто прислужит к какому-то мнению. А те активные ребята, да вы спросите любого активного молодого человека, они разрываются, они хотят и здесь, и здесь, и здесь. Ну поэтому, я говорю, еще раз говорю, они очень счастливы, они живут в очень прекрасное время, когда возможности для самореализации, ну их просто предостаточно. Ну а много таких, которые пробуют, хотят, пользуются этими возможностями. Можно сказать, что большая часть нашей сочинской молодежи трудоустроена. Да, у нас, я также повторюсь, что очень большая программа по трудоустройству, как совершеннолетних, так и несовершеннолетних. Мы проводим большое количество круглых столов встреч, именно рассказывая молодежи о тех направлениях, тех перспективах, где они могли бы себя реализовать. Да и участвуя в любом нашем мероприятии, мы видим, что те ребята, кто активно проявляются в общественных организациях, буквально через год, через два, они уже начинают работать в крупных компаниях, уже не просто в должности обычного специалиста, они идут на руководящие должности. И, честно говоря, для этого мы, может быть, и проводим дни самоуправления, где молодежь может посмотреть изнутри на работу тоже самоадминистрации, почувствовать ее изнутри. И просто так, придя, работать сразу же на какую-то руководящую должность, конечно же, сложно. Мы объясняем молодежи, что нужно начинать с минимума, тогда ты будешь знать все по поводу. Амбиции, конечно, есть, и хотят сразу зарабатывать много, хотят занимать руководящие посты. Но, конечно, есть такие ребята, кто готовы, кто действительно во время учебы в ВУЗе занимается общественной работой, и это дает им навыки работать в команде, преподнести себя, грамотно общаться. И, конечно же, работодатели очень ценят таких ребят и очень часто запрашивают на списки именно активной молодежи, проводят с ними собеседования, как показывают практики. Ну, практически 90% из них, конечно же, ребята все трудоустраиваются. Ну, ежегодно проводятся какие-то специальные мероприятия, да, для нашей молодежи, которых чествуют. Вот, кто это, кого чаще чествуют, благодарят, кто цвет нашей сочинской молодежи? Вы знаете? Больше спортсмены, творческие личности, или, может быть, политики? Абсолютно разные, разные молодежь, разные люди, которых мы традиционно чествуем в рамках празднования Дня молодежи России. Мы собираем порядка 50-60 молодых людей, кто за год проявили себя абсолютно в различных направлениях. Это и творческая молодежь, это и победители различных спортивных, творческих конкурсов. Это те, кто оказывает содействие в реализации молодежной политики. Что немаловажно, мы сегодня особо акцент уделяем неорганизованной группе молодежи. Если вы знаете, то, конечно же, со школьниками, наша категория, можно было про это сказать, от 14 до 30 лет. Это школьники старших классов, студенты вузов. Конечно же, с ними проще работать. А вот, закончив вуз, для нас этот кластер молодых людей был немножко потерян. В связи с этим мы сейчас сформируем новый состав Совета при главе города, куда как раз-таки в большей степени войдут молодые предприниматели, молодежь, которая работает на предприятиях, потому что они также молоды, они хотят активно принимать участие в жизни города. Поэтому этой молодежи мы уделяем особое внимание и больше, конечно же, наших мероприятий будем в дальнейшем направлять именно на работу с такой молодежью. Интересно. В политику идут наши молодежи? Идут активно, любая общественная организация со своими амбициями. И совсем недавно проходила встреча с руководителем департамента молодежной политики. И город Сочи был отмечен именно тем, что действительно молодежь, не просто кто-то занимается спортом, но молодежь имеет свою точку зрения, умеет ее отстаивать. И действительно те вопросы в рамках патриотического воспитания, в рамках духовного воспитания, в рамках вообще социализации молодежи рассматривались на очень высоком уровне, что явно было отличие между, допустим, молодежью других муниципалитетов. То есть это было отмечено, что молодежь действительно не только занимается организацией каких-то мероприятий, но она смотрит вперед, она задумывается о будущем. И, конечно же, без каких-то политических процессов, без мнения на какие-то ситуации, которые происходят сегодня в стране и в мире, она не остается в стране. И хочется отметить, что у сочинской молодежи очень правильная точка зрения, и мы их только поддерживаем. Расскажите о патриотическом направлении вашей работы. Много у вас таких мероприятий. Одна из последних инициатив, проект, в рамках которого наша молодежь знакомила сочинцев с именами героев, в честь которых названы улицы в Сочи. Вот действительно, наверняка есть многие горожане, которые живут на той же улице Титова и не знают, кто этот человек. Действительно, сегодня очень много проектов в рамках патриотического воспитания. В первую очередь, они, конечно же, направлены, вот как проект, который вы озвучили, имена героев, чьими названы наши улицы. До старта подобных акций мы встречаемся с молодежью, и сама молодежь сначала изучает историю, историю этих ветеранов. И зачастую, действительно, даже они не догадывались, почему в честь этого человека названа улица. Вот когда они уже изучили эту историю, они уже тогда с легкостью подают эту информацию жителям. И, как показал опыт, буквально неделю назад мы проводили эту акцию, некоторые даже не знали и не задумывались, действительно, в честь чего названа эта улица. Очень много проектов и очень большая работа здесь была совместная. Мы тоже оказывали содействие, конечно, здесь и управление образованием, управление культурой, и весь социальный блок очень большую работу провел по сверке имен на наших мемориалах обелисков. Вы знаете, что большое количество имен были добавлены в наши обелиски в рамках, опять-таки, 70-летия Победы. Здесь молодежь тоже принимала активное участие. Это и уборка памятных мест и памятников, потому что молодежь тоже, прежде чем мы с ними обсуждали, какой обелиск, какую стелу они будут убирать, они прежде изучали историю, в честь чего стоит этот обелиск, либо бюст, и действительно им становится интересно, и они только начинают поглубляться в эту работу. Да. А какие еще полезные инициативы, может быть, готовит управление? Ох, ну, инициатив на самом деле много, как я уже про это говорил. Вот такие, которые полезны действительно и тем, кто готовит молодежи, и самим горожанам. Ну, вот один из проектов, опять-таки, в рамках Года литературы Российской Федерации, вы знаете, мы отмечаем этот Год литературы, мы запустили проект по обмену книгами. Совсем недавно, также в рамках празднования города, мы открыли такое первое место, это в сквере учительница, рядом с площадью флага. Мы открыли такой символический шкаф, и, честно говоря, были переживания, заработают ли этот проект. Но, как опять-таки показывает практика, горожане идут, оставляют свои книги, берут взамен на те книги, которые они читали, то есть дают книгам вторую жизнь. И мы очень надеемся, что в ближайшее время подобные места появятся в крупных торговых центрах, учреждениях образования, культуры, учреждениях социальной сферы. Действительно, проект заработают в полном месте. И еще раз скажу, что вот эти проекты, мы не просто их с листа запускаем, мы довольно-таки глубоко их обсуждаем с молодежью, и вот именно те проекты, которые находят понимание, мы стараемся реализовывать на территории города Сочи. Как говорится, молодежь – наше будущее, поэтому спасибо за работу, которую вы проделали. Я бы сказал, молодежь – не только будущее, молодежь, в первую очередь, настоящая, от того, как мы ее сегодня воспитаем, и будет зависеть наше будущее. Творчество, спорт, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. Как мы сейчас убедились, молодежная политика делает акцент на каждое из этих направлений. Ведь те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40, станут главными действующими лицами в стране. И сочинская молодежь уж точно сможет сделать город, да и страну конкурентно способной и успешной. Их поддержка и поощрение есть. Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам. На этом время нашей программы «Стекло». Будьте в курсе всех городских событий. И всего вам самого доброго. До свидания. Продолжение следует...